Привет всем друзья и гости канала, мы продолжаем с вами играть Фермер 2013 на карте Рассвет. И как вы помните в прошлых частях, мы купили вот такую вот штуку. Вот это у нас картофельный комбайн. Как вы видите, МТЗ снят с колес, поставлен на такую вот платформу, и вроде бы как оно должно работать. Да, оно... Вот, кстати, смотрите, по сравнению с нашим тракторцом, конечно же, эта бандура огромна. Вот, ну давайте мы ее испробуем. Несмотря на то, что у нас 17.53 времени, и вроде бы как нам бы нам с вами нужно было бы идти отдыхать уже, но какой отдых, да, когда у нас поле картофельное там ботва срезано, но стоит не убрана. Как бы, глядишь, там кто-то ночью не пришел и не поработал. Без нашего ведма. Мы с вами уже с этим сталкивались. Со свинками, как вы помните. Так, ну ладно, хорошо. Давайте смотреть, как вот эта вот штука работает. И вообще, работает ли она или нет. Вот, что-то как-то... Ага, вот оно. Внутри буквально комбайна вот эта вот штука подцепляется. Вот, мы видим с вами, что мы можем из-под земли теперь даже смотреть. Так, ну мне самое главное, чтобы оно заработало. Вот, по сравнению с Анной, помните, да, вон она стоит у нас с вами на продаже. Я ее поставил, потому что, ну, она однорядна. Она, во-вторых, не видится нашими костиками. Поэтому, наверное, мы, если вот эта вот штука сработает, мы на ней будем работать, а Анну будем продавать. Так, хорошо. Как вы видите, у нас с вами 57 тысяч за день накапало. Это все благодаря... Кто это у нас там? Гриша, пускай будет Гриша, да. Вот, Гриша на Камазе. Короче говоря, вот все благодаря ему. Потихоньку, понемножку, но натаскал, что называется. Так, давайте вот отсюда попробуем поехать. Костик у нас уже в низком старте здесь стоит. Вот, вы слышите, да, звук двигателя. Так, ну, что называется с Богом, да? Опускаем эту штуку. Вот, она опускается. Хорошо, уже хорошо. Вот, даже включается. Интересно. Так, ну и давайте, наверное, мы с вами сами проедемся, да, разок. Да, она работает, слушайте, она работает. Скорость, конечно же, просто потрясает воображение в наш 21 век. 3 километра в час. Это, наверное, даже ребенок, извините, ребенок будет быстрее ходить. Но, самое главное, что мы с вами убираем, сколько это? 4 ряда сразу, да, получается. 1, 2, да, 4, даже 5, я бы сказал. Нет, 4. Вот, и если подсчитать, то Анна у нас работает на 10-12 километрах в час и 1 ряд, да. То есть получается, что приблизительно одинаковая у нас. Погрузка завершена. Это песочек. Песочек продолжает у нас с вами продаваться. Вот, поэтому, даже не знаю, давайте включим вот эту вот штуку. Веселее будет как-то, мне кажется, вечером. С маячками, с проблесковыми. Вот, но мне, как я уже сказал, это все больше нравится. Во-первых, бункер больше здесь. Во-вторых, захват больше. И, в-третьих, Костик понимает, что нужно сюда подъезжать и выгружать. Вот, мы сейчас с вами посмотрим, понимает ли или нет. Чуточку проедемся. Посмотрим. Так, я хочу вот так вот. Вот он, вот он, Костик летит. Буквально летит. Так, чтобы он прилетел, нам нужно что? Это куда я погнал так резво? Что, 12 километров? Смотрите, мы работаем на 12 километров. Да это же круто. Вот, картофель как-то странно высыпается. Но, самое главное, что высыпается. Да. В общем, я включил работника. Вот, вы видите, работник сейчас работает. Идет четко по курсу. И решил он дурака не валять, не тянуть пса за хвост, резину и так далее. А, поддать газку и поехать 12 километров в час. Ну, молодец. Что я могу сказать? Ну, давай, работай. Цены нет тогда этой штуки? Слушайте, мне нравится. Так, хорошо. Это хорошо. И выглядит просто здорово, согласитесь, да? Такая бандура. Комбайн, настоящий комбайн полей. Так, ладно, хватит восторгаться. Давайте смотреть, проверять, что у нас здесь идет. И идет ли что-нибудь. Да. Как вы видите, наше поле вон то уже засеяно. Вон то, потому что я постоянно забываю, какие у нас тут поля. Вот, изначально они были без нумерации, как вы помните. Восьмое, да? Вот, потом эта нумерация появилась. Но я все никак не могу привыкнуть, где какое поле, из-за того, что у меня курс-плей записан со старой нумерацией, от балды, что называется, полей. Восьмое поле мы с вами полностью обработали, засеяли, удобрили. И теперь ждем только урожая. И он уже там, он нарисовался. По крайней мере, всходы пошли. Это здорово. Теперь вот это поле мы будем с вами убирать. Вернее, тоже подготавливать. Вот, работа кипит, как вы видите. Буквально кипит. Казахстанец меня радует. Несмотря на то, что застарьет иногда. Ну, да. Почва хорошо вспахана. Такая, знаете, пухлая, да? Такая вот. И трактор прогрузает по самое, что называется, половину гусеницы. Приходится его выдергивать. Но, тем не менее, он работает. Вот, сейлка здесь ни при чем. В его загрузании. Так, здесь у нас работа идет. Как приятно вот наблюдать за тем, как работа движется. Вот, здесь у нас тоже что-то. Это, походу, это второе уже, да? Вторая загрузка. Да. Ну, давайте проверим. Куда хоть Костик свозит? Я, откровенно говоря, как-то... Так, понадеялся на то, что он куда-то там ездит. Возит. Ну, вроде бы, как да. Овощехранилище номер один. Вот так аккуратно. Проезжает. Какая атмосфера, да? Какая атмосфера, да? Так, ну, мы видим, что работа движется здесь. Я бы даже, наверное, знаете, что сделал. Вот, я бы как-то, наверное, добавил бы... Автомобилей для того, чтобы... Так. Ага, мы с вами этот РКС просто не поставили туда, куда надо. Давайте мы... Вот. Потому что мы видим, что не успевает один Костик все это сделать. РКС мы с вами добавляем в группу. Это у нас вот группа комбайны. Вот, хорошо. Да. Вот, изначально, как я увидел этот комбайн, был немножко удивлен, конечно же. Потому что трактор прицепили сверху. Но, оказывается, все это прекрасно работает. Так почему бы и нет? Вот, ну, да, картофель, согласен. Согласен, он так как-то не очень-то летит с такой скоростью, что даже мигает, да? Вот, но работает. И это здорово. Так, я хотел сюда еще одного Костика. Вот этого Костика, который и не понадобился, как мы видим. Вот, запас топлива я набирал специально. Здесь мы с вами работали тремя тракторами одновременно. Вот. Поэтому пригнал я сюда топливозаправщик. Но, как мы видим, что даже литра я не вылил. Вот, смотрите, да? Тут у нас больше посадка. Там он меньше. Там только-только едва взошло. Но, действительно, поле огромное. И мы его обрабатывали довольно-таки долго. Я бы даже сказал, что где-то около пяти часов реального времени. Опоздал, работаем до 18 часов. Так, давайте мы его отправим домой отдыхать. Вот, неплохо у нас Гриша отработал сегодня. Заработал нам 50 тысяч на песке, да? За целый день, правда. Но это здорово. Вот, поэтому пускай бежит отдыхать домой. Домой к жене. Так, а мы с вами все же поменяем сейчас. Газ 53 застрял в прёпке. Мы все же с вами сейчас отправим второго Костика на работу. Стой, ты куда-то едешь. У людей, у которых есть склонность к эпилепсии, лучше не смотреть на то, как выгружается у нас картофель. Ну, он рвёт, конечно, когти, но просто... Не свойственно, мне кажется, этому комбайну так ездить. Но, тем не менее, ездит хорошо. Как-то, наверное, всё-таки нужно поставить километров... Ну, пускай на 6, да? Вот, я не знаю, как в реальности, на какой скорости в реальности выкапывается картофель. Я вообще ни разу даже не видел в жизни, как копают картофель промышленным способом, а не просто лопатой и руками. Сказал руками и вспомнил... Вот, буквально недавно видел фотографию... 30-х годов фотография... Поле... И на поле дети. Ну, наверное, не знаю, человек 100... Ну, много, короче говоря. Вот, и эти дети ковыряют руками... Картофель выгребают из земли. И подписано, что дети на Донбассе... По морозу... Ну, в замороженной, в мёрзлой земле выкапывают картофель. Офигеть просто. Так, ну ладно, это такой вот отступ. Только из-за того, что я вот вроде бы как... Всё это видел, и это в тему. Вот, а мы тут с вами жалуемся, что комбайны, да... Слабо работают или плохо работают. Вот, вот, руками раньше выгребали. Всё это дело. Не было ни лопат, ничего. Так, ладно, всё. Давайте мы костика... Костика отправляем второго. Вот, и я так чувствую, что с такой... Скоростью мы с вами сегодня это поле... Всё обработаем. Вот, и останется у нас одно последнее поле со свеклой, как вы помните. Вот, нужно будет придумать, что с этим сделать. Или убрать эту свеклу, или может её просто перепахать и всё. На удобрение пустить. Чтобы не покупать нам с вами ещё свекольный комбайн. Потом вот эту вот... Ботву-убиралку и так далее. Потому что... Ну, свеклой, скорее всего, я не буду заниматься. Ну, не всем же нам с вами заниматься вообще, что здесь есть. Согласитесь. Так, вон этот летит. Квостик. Давайте мы с вами где-то тут у нас... Курс... Скопировать. Режим комбайн. Путь не загружен. Я уж не помню. Погнал. Пока я тут вспомню. Копировать путь нам с газона. Вот с этого нужно скопировать. Вот, хорошо. Дальше мы выбираем наш комбайн с вами. РКС-4. И вручную вставим. И ехать. Вот, жду, пока не буду полон. Все, прекрасно. Надеюсь, здесь он не сильно помешает. А лучше, наверное, вот так вот отъехать. Я думаю, куда он? Сюда, скорее всего, будет возвращаться наш Костик. Поэтому мы отъедем вот так вот. И здесь вот будем стоять. Так, и я хотел бы все же... Все же я хотел бы как-то... Скоростные показатели немножко привести в норму. Но слишком это быстро. Вот, я понимаю, что это хорошо с одной стороны, да? Но это нереалистично. 12 километров в час. Вот давайте мы будем на 6. Да, вот. Такой компромисс. В два раза меньше. Все равно мы быстро уберем с вами здесь все. Вот, 7. Вот, 6 километров в час. Вот это вот то, что, мне кажется, то, что нужно. Правильная скорость. Абсолютно. Здесь тоже кукушка. Как я уже говорил, да? Кукушка, кукушка. Сколько там у меня миллионов будет? И обычно кукушка замолкает после такого. Вот, два раза. Да, она прокуковала. Так, ладно. Все, 6 километров. Прекрасно он убирает. Прекрасно справляется. Выставляет сам трубу. Все делается. Все просто здорово. Так, ну что же, тогда я предлагаю избавиться от Анны. Вот, продать без всякого сожаления. Вот, если бы у нее была возможность, скажем... А может, у нее есть возможность? Свеклу убирать. Сомневаюсь я сильно как-то. Не думаю я, что она убирает свеклу. Все же, это довольно-таки специализированная техника. Так, ладно. Тогда не будем. Пока не будем. Нам, собственно говоря, деньги сейчас не особо-то и нужны. Вот. У нас вся техника есть. Вся или не вся. Но много техники у нас есть. И я даже, знаете что? Я даже подумаю о том, чтобы купить коров. Вот. Восстановить поголовье нашего стада. Поэтому давайте мы съездим сейчас на ферму. Посмотрим, что там у нас на ферме требуется. Вот. Проверим, может быть, чего добавить туда. Моносмеси, например. Или силоса туда докинуть. Или травки привезти. У нас все это есть с вами. Много. Есть и много. Так. Так. Давайте смотреть, что же у нас есть. Цены, финансы, статистика. Кукуруза у нас, кстати, смотрите, 366 тонн. Это с двух полей, да, получается. Канолы мало. Вот канолу нужно будет сеять. Свеклы. Чуточку вообще. Вот. Ну и картофеля уже 16 тонн. Сина села. Солома моносмесь. Это почему-то в носоме не показывается. Вот. Здесь показывается солома и трава. Тоже много всего. Вот. И нам нужны коровы. Смотрим. Трава. 4 тонны. Солома. 9 тонн. Нам нужен силос. И нам нужна смесь. Вот. Плюс потом еще вода нужна будет. То есть силос и смесь. Хорошо. Хорошо. 95 свиней, кстати. И... У нас нету моносмеси у свинок. И поэтому 80%. Это мне не нравится. Это мне не нравится. Давайте поработаем сначала тогда на свиноферме. Вот. Это у нас основной источник дохода. Ну, конечно же, если не считать песок. Вот. Но свинки... Сотню свиней продать. Это заработать... Вот как раз то, что за день за песок, да. Так. Я не помню, у нас есть ли тут все ингредиенты. Давайте взглянем. У нас тут нет силоса. Нам нужно сейчас сюда завести силос. И тогда мы получим моносмесь. Хорошо. Погнали. Силосник у нас стоит на ферме. Вот. Сам силос тоже имеется. Немного, но есть. Как раз для моносмеси нам хватит. Вот. И как раз первый раз мы с вами сделаем. Да. Вот первый раз, первый класс. Сделаем эту самую моносмесь. Я еще не пользовался вот этой вот штукой. Вот этим вот зданием. И механизмом, размещенным внутри. Так. Вот за Ниву меня часто спрашивают. Нива, которая стоит у моего дома. Вот. Мне просто некогда на ней ездить. А в реальности это просто декорация. Она не работает. Она не ездит. Это не мод. Это просто декорация. Так. Там работа движется. Все в порядке. Никто вроде бы как нигде не застреет. Да. Он едет? Да. Едет. Едет. Я его так притушил. Его скорость. Что даже теперь непонятно. Едет он или нет. Или на месте стоит. Пошел курить. Вот. Смотрите сколько у нас силос. Это просто здорово. Это просто здорово. Нам хватит и на свиней. И на коров. И на чего нам только с вами и не хватит его. Вот. На продажу не хватит. Но я его и не собираюсь отсюда продавать. Вот. На продажу у нас с вами есть другой силос. Так. Довольно таки странно я стал. Ну ладно. Давайте мы сейчас проверим. Сработает ли это все. Так. Тут у нас что? У нас навоз. Да. Полный коуш навоза. И куда мы его с вами должны высыпать. Вот. Мы его должны высыпать. Или в теплицу. Но в теплице скорее всего не понадобится 5 тонн навоза. Да. Тем более что я вот сюда завез немножко этого самого навоза. Завез воды как вы видите. И тепличка наша начала произрастать. В общем. Начало в ней все. Так. Ну давайте мы подсыпем немножко. Оп. Оп. Вот и все. 500 килограмм. Так. Ладно. С навозом это нужно вопрос решить. Вот. 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 Вот эту теплицу нужно было вообще поставить у меня дома. Где нибудь. Вот. На огороде там. Потому что одна теплица это не серьезно. Это так. Это действительно свое собственное производство. Да. Для себя. Помидор там какой-нибудь. Так. Куда же нам высыпать-то теперь. Придется наверное все-таки. Не знаю. Высыпать в прицеп. Вот. А потом этот прицеп. Продать у Сидорыча. Потому что. Но сейчас я его просто нигде. Да могу я высыпать? Могу. Давайте мы не будем голову морочить. Да. Высыпем где-нибудь вот здесь вот под кустом. Вот. Мода, который бы позволял высыпать альтернатив типпинг. У меня не установлена. Поэтому мы просто с вами высыпаем. Да и все. Навоза есть. Много у нас с вами на свиноферме. Поэтому будем считать, что удобрили вот эту вот травку. Потому что сейчас ехать. Перегружать. Потом ехать к Сидорычу. И все это на ночь глядя. Как-то неохота. Откровенно говоря. Давайте мы все же силосом, раз уже заморочились, то будем дальше заморачиваться. Вот. Хорошо. Сыпется. Здорово все. Все работает. И работает значительно быстрее, чем мы с вами помните на нашем... Что это у нас было там? ЮМЗ. МТЗ. Я их путаю, потому что они постоянно... Ну, как постоянно? Они одинаковые. Вот. Как... Как говорят все китайцы на одно лицо. Вот так и для меня этот... Эти два трактора вот... Практически одинаковые. Поэтому уж не обессудьте, если я обозвал. ЮМЗ и МТЗ и наоборот. Так, как вы помните, у нас 20 тонник. Давайте мы тогда вот полностью уже... Я только что было подумал, а не сделать ли нам немножко... МОНОСМЕСИ. Ну, сделаем полный прицеп. Завезем уже МОНОСМЕСИ на пару дней в наш свинарник. Вот. Ну, вы видите, чем больше свиней, да, тем, естественно, больше расход. И мы с утра буквально с вами завозили туда все, но вот под вечер уже нет ничего. Все сожрели. Так, и не забудем потом еще 5 тонн подсыпать сюда, в кормушку, нашим будущим коровкам. Я надеюсь, что Сидорыч не придет ему в голову какая-нибудь очередная идея насчет какой-нибудь техники и мены на коров. Потому что по третьему разу заводить стадо я уже, наверное, просто тогда не стану. Не судьба, что говорится, да, тогда. Но будем надеяться, что все же у нас вся техника с вами есть, которая нам нужна. Вот. Поэтому я буду не согласен с Сидорычем, если он опять предложит пустить наш сход куда-нибудь. Куда-нибудь, короче говоря. Отдать в чьи-то руки. Так, давайте изнутри попытаемся. Изнутри, конечно же, жесть. Это, что называется, я в танке, да? Вот, что-то типа этого. Вообще не видать, куда, что здесь сыпется. Туда ли сыпется или нет. Я не знаю, как настоящие трактористы работали на этой штуке. И что-то там видели где-то. Вот. Опять же, наверное, скорее всего, просто высовывались из кабины. Досмотрели. Кстати, во многой технике вот есть такая функция, да? Высунуться из кабины. Я не знаю, есть ли в К-700 этом или нету. Так, посмотрим, что у нас. 96 процентов, все, хватит. То мы досыпем с вами уже коровам. Вот, смотрите, проветрили силос, и он поменял цвет немножко. Закопченное стекло, грязное все. Но в салоне все же чистота. Мне вот эти вот ключи нравятся. Ключи и молоток. Это как на советских старых автомобилях, да? Обязательно нужно с собой возить набор ключей, домкрат, запасное колесо. Запасные части для ремонта колеса. Там еще чего-нибудь к двигателю, какие-нибудь запасные части, ремень там и так далее. Получается пол багажника запчастей. Едет такой вот автомобиль, да? Вдруг ломается, то на дороге его можно сделать. Вот так и здесь получается. Так, ладно. Это я по собственному опыту. Вот, жигуленок был. Поэтому в Запорожец был, жигуленок был. Поэтому есть опыт использования советской техники. Без запасных частей и инструментов на ней просто невозможно ездить. Так, вон она в пластиковой трубе добавляется у нас высота, смотрите. Вот, поднимается по чуть-чуть. И вот, хорошо. Вон что-то как-то куда-то начало сыпаться. И эта сыпаться начала моносмесь работать, да? Круто. Слушайте, это мне нравится. Что оно само туда начало сыпаться. Вот, типа не просто появилась моносмесь, а вот именно что она работает. Вот, когда мы с вами загрузили. Вот, моносмесь теперь сюда вот добавляется. И вот эти вот миксеры их смешивают, да? Да, смотрите. Круто. Ну, Володя, молодец. Сделал правильно. Тот, который сделал карту, довел дома более-менее. Вот, мододел. Ну и плюс много техники он здесь тоже поправил. Вот. И в частности, вот эта вот штука, как вы знаете, изначально на карте ее не было. Так, сыпнулось или нет? Сыпнулось и что-то остановилось, да? Почему-то. Так, ну-ка, давайте посмотрим. Ну, вроде бы как все верно. По идее, должно сыпаться. Может, не доделалось? Не знаю. Может, как-то вот так вот нужно стать. Вот, остановились. Смотрите, начали дальше работать. Живет своей собственной жизнью. Так, ну ладно. Может быть, здесь какая-то технология. То есть, оно должно сначала сделать, а потом вот намешать, а потом будет сыпаться туда. Все может быть. Как я уже сказал, я первый раз пользуюсь этой штукой. Тут у нас ничего не нарисовано, не? Моносмесь, да, она просто не сделалась еще. То есть, она делается. Не все так сразу. Круто, слушайте. Сегодня просто у нас день восторгов какой-то. То комбайном, то вот этой вот штукой моносмеси правильно сделано. Что она не мгновенно появляется у нас тут. Вот. А это работает? Это завод. Вот. Оно все сюда засыпано и потом постепенно делается. Через некоторое время мы приезжаем и получаем то, что сделалось. Да, а не просто так сразу же 500 тонн. Ну что же, прекрасно. Прекрасно. Тогда мы с вами встретимся в следующей части. Вот. И будем работать с моносмесью с этой. Завезем свинкам. И все же, наверное, на ночь глядя пригоним коров. Вот. 50 тысяч у нас есть. Я думаю, что 20-ник коровок мы с вами купим. Вот. Я на этом буду с вами прощаться. Всем удачи. Всем пока.